Входное тестирование Чтобы пройти входное тестирование, студент должен быть зарегистрирован на платформе и авторизован в личном кабинете. Чтобы авторизоваться, необходимо навести курсор на надпись «Вход. Регистрация» в правом верхнем углу, выбрать «Вход», ввести логин и пароль и нажать «Войти». Чтобы увидеть список дисциплин, пролистайте ниже. Тут вы увидите три вкладки с тестами, которые различаются уровнем сложности. Школьный 9 класс – для студентов, которые поступили в колледж после 9 класса. Школьный 11 класс – для студентов, которые поступили в колледж после 11 класса. Профильный – для студентов, которые поступили в ВУЗ после 11 класса. Для школьных тестов доступно тестирование по 12 дисциплинам. Для профильных – по 29 дисциплинам. дисциплины. Выберите необходимую вкладку. В профильных тестах можно вывести полный список дисциплин, нажав «Показать еще». Преподаватель может поделиться ссылкой на входное тестирование, нажав на кнопку «Копирование ссылки». Ссылка скопируется в буфер обмена. Чтобы вставить ее в сообщение или документ, нажмите «Контрол В». Перед тем, как отправить студентную ссылку на тест, вы можете сами пройти его и посмотреть, какие там вопросы, нажав кнопку «Пройти тест». На эту же страницу теста попадет студент, когда пройдет по вашей ссылке. Необходимо ответить на вопросы, после этого нажать на кнопку «Получить результат». Студент увидит свой подробный результат с информацией, сколько баллов набрано по той или иной теме, а также сможет перейти к повторению материала по каждой теме. Чтобы преподаватель видел результаты студента, необходимо нажать на кнопку «Поделиться результатом» и отправить результаты преподавателю по e-mail или выбрать его из выпадающего списка. Обращаем внимание, что при отправке результатов по e-mail преподаватель сможет посмотреть их только, если он зарегистрирован на образовательной платформе именно через эту почту, которая является логином для входа. Чтобы посмотреть результаты студента, преподавателю также необходимо быть авторизованным на платформе. Наведите курсорный значок профиля в правом верхнем углу. В разделе «Преподаватели» нажмите на вкладку «Тесты». Выберите вкладку «Результаты студентов». Найдите необходимый тест, нажмите плюсик слева от названия. Вы увидите студентов, которые прошли тест по этой дисциплине. Чтобы посмотреть подробные ответы по каждому студенту, нажмите «Посмотреть подробный результат». Чтобы посмотреть обобщенные результаты входного тестирования по каждому учебному заведению, перейдите в раздел «Входное тестирование». Пролистайте вниз. В разделе «Статистика по учебным заведениям» вы увидите таблицу со списком учебных заведений, отсортированной по количеству пройденных тестов от большего к меньшему. В таблице вы увидите количество пройденных тестов, Средний результат прохождения тестов по программе девятого класса, по программе одиннадцатого класса и по вузовской программе, а также общий средний результат по всем программам. Вы можете раскрыть информацию по каждому учебному заведению, чтобы посмотреть среднее значение результатов пройденных входных тестов, нажав на стрелочку. Можно воспользоваться поиском, чтобы найти интересующие учебные заведения. Студентам и преподавателям учебного заведения доступны таблицы со средним результатом прохождения тестов по их учебному заведению. На прохождение входного тестирования дается одна попытка. После того, как студент пройдет тест, появится отметка «Тест пройден».